всем 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 огромный привет из канады дорогие друзья сегодня мы с вами пойдем магазин коз и будем примерять пальто и пуховики но сначала я решила снять чуть-чуть как выглядит наш шоппинг центр сейчас чуть-чуть новогоднего настроения чуть-чуть елок чуть-чуть огоньков лампочек вот такие вот у нас украшения такие милые приятные возле этого медведи кстати все фотографируются дети взрослые не знаю ну в общем всем он очень нравится вот а идем мы с вами в магазин коз как я уже и сказала и давайте посмотрим что там есть обзор я делать не буду потому что на самом деле вещей новых очень мало но примерим несколько пуховиков примерим пальто надеюсь что вам будет интересно ну что ж дорогие друзья мы сегодня в косе примеряем пальто пуховики вернее одно пальто два пуховика один короткий толстый один длинный но он довольно тоненький у них не очень большой выбор до сих пор как-то в верхней одежды вот это пальто мне понравилось своим свои необычные ткани я потом проверю состав мне интересно даже цены конечно запредельные как везде во всех магазинах в последнее время так что хорошо давайте будем примерять и всего три вещи у нас поэтому будет коротенький совершенно слог но я-то думаю что даже это лучше было бы дольше но у них особо нечего нечего в пока выбирать все давайте мир так ну что ж я начала с куртки короткой но вы знаете что у нее неплохая длина она не совсем короткая короткая я уже говорил когда я делала извини кло влог что я совсем коротенькие курточки вот такие я вообще не рассматриваю как опцию для себя потому что даже в машине передвигаясь все равно ну я говорю про нашу погоду канадскую все равно садясь в машину которая всю ночь простоял на улице или весь день простоял на паркинге возле работы она такая ледяная что высота садясь на это сиденье пока она согреется вы отморозите себе всю свою пятую точку поэтому хотя бы вот такой длины я считаю что куртка должна быть значит это размер ларш по-моему она немножко великовато потому что я на самом деле боялась ошибиться на мне свитер не очень толстый но в принципе такой свитер вот давайте значит сейчас я вам покажу ее цену мы рассмотрим цену рассмотрим состав из чего она состоит как она сделана и пока что вот так то есть вот то что на мне значит я вижу что здесь есть карманы молния без помните венехла вам рассказывала что лучше всего когда есть еще сверху вот 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 такая вот штука которая закрывает молнию потому что молния может продуваться ветром давайте я подниму застегну замок вот так вот он поднимается замок то есть она застегивается до сих пор я думаю что там есть капюшон вот так вот капюшона нету но может быть он как-то встроен вот сюда вот воротник потому что мне кажется здесь какая-то молния я потом рассмотрю потому что не может быть чтобы вообще не было капюшона даже если он есть то скорее всего он тонкий толстый то есть в общем это не на самые морозы и холода так сразу покажу вам что ее можно вот так затянуть здесь на талии здесь есть внутри вот такая кулиска вот такая вот штука и кулиска ну да как-то это вот такая вот штуковина которая затягивается и она ее можно сделать затянуть на талии чтобы она лучше прилегала эта куртка потому что в принципе это важно опять же когда холодно ветер чтобы это не не подувал ветер поднял когда она такая прилегающая так это у нас был размер large свободненький довольно такой стоит она 290 долларов вот это ее код значит что я прочла я прочла что во-первых наполнитель у нее пух перо то есть не синтепон наполнитель натуральный также я прочла что ее нужно стирать в стиральной машине и ни в коем случае не отдавать химчистку во всяком случае так вот они пишут я слышала что честно говоря я всегда считала что пуховые куртки и пальто нужно отдавать химчистку что стирать самим их нельзя потому что проблема в том что пух этот весь сбивается внутри и его чтобы расправить хорошо вы сами это не можете сделать мы в химчистке могут сделать ну вот не знаю написано что не стирать сейчас посмотрю еще раз подождите что то я сомневалась так значит здесь вот что написано я не знаю я наверное это текст по-английски поэтому я вам буду читать в свободном переводе там действительно написано что ее нельзя стирать нельзя отдавать химчистку только в стиральной машине при средней температуре 40 градусов собственно вот здесь вот есть вот эти значки но я на всякий случай прочитала еще прочитала что написано написано что нельзя отдавать химчистку нужно стирать в стиральной машине при температуре 40 градусов и когда вы кладете ее в сушилку в сушильную машину то нужно положить теннисный мяч вместе с ней и когда она будет крутиться вместе с этим мячиком то тогда пух и перо наполнитель распределиться равномерно при сушке вот такая вот система представляете я даже не знала если честно но вот хорошо знать она очень такая довольно толстая и пока надутая чувствуется что толстый наполнителя много в общем хорошая куртка неплохая ну а цена как цена 300 долларов 290 это конечно ну коз вообще дорогой магазин что-то скажешь еще забыла добавить что здесь замок видите можно открывать сверху снизу то есть бумажка просто замотана но его можно видите он такой двойной замок двусторонний то есть сверху снизу можно его расстегивать и это кстати удобно в коротких курсах особенно когда вы едете на машине еще забыл добавить что внутри вот есть вот такой вот карман что в общем-то удобно большой карман и вот эта вот штука которую можно затягивать на талии чтобы она прилегала но я вам показывал когда примеряла но вот сейчас показываю в таком в таком виде это лучше видно и карман очень удобный большой карман такой немножко с резинкой сверху который в общем-то не дает вещам вываливаться свободу полете так еще один пуховик очень приятный очень легкий но он тонкий и я думаю что он не очень теплый хотя мы сейчас проверим его состав у него интересный фасон убить и сзади длиннее чем спереди и такой вот вырез как будто бы такой знаете пальто-рубашка забыла показать капюшон в этом сейчас доверю этот и вытащим вам капюшон то значит здесь нет капюшона он не на такой холодный холод а он на более такую легкую на более легкую погоду и он вот симпатичный значит растем растеган вот таким вот образом здесь вот есть вот этот нахлёст вот этот на молнию что в общем то ну знаете это просто чисто чисто для для красоты потому что сам пуховик не очень не на очень холодный холод вот этот как раз на холодный холод но в чем этого нету а здесь и то есть но выглядит он симпатично он такой знаете широкий модный оверсайз по-моему это размер медиум и он довольно просторный такой симпатичный пуховичок синего цвета базового хороший такой про строчки симпатичный так я вернулась к этому пуховику потому что я обещала показать капюшон вот здесь вот растягивается молния капюшон вот так вот можно достать он довольно толстый я не хочу сейчас доставать потому что потом очень трудно будет наверное запихнуть назад он не тоненький такой знаете баллонный капюшон а настоящий такой капюшон толстый вот такой же толщины как куртка может быть немножко тоньше в принципе капюшон есть и удобно что его можно засунуть вот сюда вот этот воротник но честно говоря я предпочитаю когда они на пугалицах отстегиваются намного легче отстегивается застегивать то что я даже не хочу сейчас доставать потому что я знаю что потом завернуть его и запихнуть внутрь это будет прям морока но вот так вот его можно видите здесь замок и вот так вот можно сверху закрыть вообще будет не видно что у вас там какой-то капюшон хотя я думаю что зимой вы если вытащите капюшон то вы его уже не будете никуда засовывать назад потому что он все время будет нужен теперь я возвращаюсь к этому пальто повесив его на вешалку я поняла что оно двустороннее я сейчас попробую его вывернуть и надеть почему я так поняла потому что здесь вот нету этикетки я стала искать этикетку составом не могла найти и обнаружила что она находится вот здесь вот в кармане значит это значит что и видите этикетка на кармане я поняла что он двусторонний потому что меня удивил вот такой странный какой-то такой замок сложный я сначала даже не поняла в чем тут дело ведь это сейчас я понимаю что это сделано потому что он двусторонний замок кстати очень Lasso очень крепкий очень хороший металлический очень качественный вот в этой куртке что-то что за замок тоже но именно то ли чисто да тоже металлический звонок качественно хороший металлический замок это тоже важно пока и мире он Combat долго проживет не сломается легким движением руки этот пуховик выворачивается и получается с другой стороны он точно такого цвета но не простеганы здесь тоже есть резинка засунута в кулиску что нужно его ужать в талии утянуть и карманы вот такие вот наружные принципе если бы он был другого цвета изнутри да я поняла в чем прикол так он выглядит абсолютно точно так же как вот эта сторона только эта сторона простегана а это нет ничего большая разница никакой особо разницы в этом нету поэтому я не не знаю зачем ну как бы сделали сделали конечно но если бы они сделали внутреннюю сторону другого цвета то у вас бы было два пальто в одном а так вот фактически два пальто одинаковых просто вы можете их выворачивать туда-сюда как бы как вам хочется если вам очень хочется видите вы можете его так вот утянуть в талии и она будет такого уже ужатая в талии то есть приталенное но вы можете то же самое сделать надевший его другой стороны просто у вас вот это все будет внутри а так получается что поясочком как будто бы снаружи вот такой вот симпатичный пойти что 275 долларов она стоит размер медиум я примеряла он довольно большой то есть она как бы не маленькая не маломерная совсем капюшона нету как я уже сказала значит опять же написано что не в коем случае не отдавать химчистку а стирать только в стиральной машинке и состав его значит наполнитель у него синтепон из искусственный искусственный материал и он принципе она довольно тоненькая такой совсем на на холодную осень так скажем но никак не на зиму или на теплую зиму вы знаете вот эта история с химчисткой я честно говоря не очень понимаю почему они так запрещают относить химчистку ну то есть я понимаю что они как бы пишут что можно стирать стиральной машинке но у них написано стирка в стиральной машине только и ни в коем случае не относить химчистку это больше чем странно потому что ну как бы обычно химчистка это как бы опция но это дорого и все знают если можно постирать стиральной машинке самим то конечно все предпочитают это делать это намного дешевле и удобнее и легче но при этом если вы хотите отнести его в химчистку и у вас есть средства на это и время то вам никто не сбраняет это делать а здесь прямо написано только в стиральной машине не нельзя в химчистку носить в общем видимо какая-то какая-то связь с тем что в химчистке используют какие-то химикалии которые не подходят или для их ткани или для их наполнителя в общем как то так но что касается этого пальто то я вам хочу сказать что если это синтепоны это искусственные материалы все синтетика то конечно его можно стирать в стиральной машине это совершенно не вопрос и не проблема если наполнитель не не натуральный к тому же он она довольно тонкая то есть принципе как бы вообще не вопрос про стиралку я думаю что это запросто можно делать без проблем смеженное чувство меня вызывает это пальто она мне очень понравилась на вешалке мне показалась очень интересная его ткань но она какой-то это разнормидиум она мне не мало не боже упаси но у него какая-то очень странное плечо и пройма вот какое-то очень покатая плечо то есть я понимаю что здесь просто нету плечиков ну как бы и прямо они знаете вот я прямо узенькие плечики широкие мешковатое пальто низкая пройма какой-то не очень хороший пройма значит длине ну вот такое довольно хорошая длина но вот видите я какая-то в нем как филипок что с ним такое что с ним не так плюс ко всему его нет подкладки у него очень странная ткань я сейчас покажу внутри его девочки но она очень интересная необычная но очень странное пальто сейчас я вам его развяжу что вы поняли какой ему ширину то есть это она ни в коем случае мне не узкая но вполне 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 широкая кстати и очень тяжелая хотя у него даже нет подкладки но она такое тяжелое чего она сделана сейчас я сниму и посмотрю но я бы не стала покупать она дорогое и как-то не смотрится не смотрится вообще хотя на вешалке мне нравилось но может быть это на мне не смотрится может быть на ком-то другом она будет выглядеть лучше как-то странно вот здесь вот плечо сделано не знаю что-то не то с ним может здесь вроде ничего нету ну давайте с ним посмотрим знаете что давайте я сниму этикетку потому что я потом я забуду что сколько тут чего вот смотрите вот здесь написано что только химчистка dry clean only то есть только химчистка его нельзя не стирать ни в машине ни руками никак вот так вот понимаете вот здесь они прямо только вот подчеркивают что только химчистку значит так 27 процентов хлопка 25 процентов шерсти 24 полиэстер и 24 процента акрил и детали 100 процентов котов детали я так понимаю вот эти вот вот эти вот места я сейчас покажу как он интересно сделано да значит размер был медиум большой довольно 390 долларов дорогое я конечно умница потому что нет я думаю что это вот эта штука мне мешала в плече кое упала но она не в плече а в пройме а в плече вот тут вот совсем ничего такого нету вот такая вот буклированная ткань видите немного хлопка много шерсти и немножко синтетики и у него нет подкладки внутри она выглядит таким вот образом вот эта ткань с с обратной стороны выглядит вот так вот выглядит с обратной стороны это ткань ну и здесь конечно все очень красиво все швы обработаны карманы обработаны в общем я бы сказала что он изнутри красивше чем снаружи просто восторг я шучу конечно но вот такая вот фигня с ним что она без подкладки но при этом очень тяжелая видимо вот эта ткань буклирована она очень тяжелая пуговицы обычные кстати застежка скрыта видите вот здесь пуговицы застегиваются на на скрытую застежку то есть пуговиц не видно вот такой вот пальтишко ну что ж девушки все сегодня такие были примерки короткие только три вещи но опять же повторюсь что в юникло ой в кос все магазины что в кос особенно ничего нету много вещей примерять и даже вот обзор я не буду делать сегодня потому что как-то ничего нету там появилась пару каких-то вещей для нового года для крисмаса для рождества но так что-то свитера в общем ничего особенного все надеюсь что вам было интересно и полезно вот наш обзор пальтое пуговиков и скос а на сегодня все всем привет из канады люблю целую с вами была ваша дита пока пока бай